Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Добро пожаловать в будущем году. Приглашаем по-соседским. Президент поддержал инициативу Министерства иностранных дел о продлении безвизового порядка въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии и Польши. Всего таким правом воспользовались почти 800 тысяч иностранцев. Активнее всего к нам приезжали из Литвы 490 тысяч человек, граждан и неграждан Латвии около 240 тысяч, гостей из Польши было более 60 тысяч. То есть Беларусь для соседних с нами жителей стран Евросоюза остается привлекательным. Даже несмотря на препятствия ограничений, реальные страшилки со стороны Риги, Вильнюса и Варшавы. При этом в социальных сетях остаются многочисленные положительные отзывы гостей о ситуации в нашей стране, которые контрастируют с негативной пропагандой официальных западных властей. К слову, для некоторых жителей приграничных регионов Литвы и Латвии, например, пенсионеров, поездки к нам – это возможность приобрести необходимые товары и лекарства. Сейчас, конечно же, для западного мира Беларусь, она опасна, действительно опасна, потому что уже многие люди, адекватно думающие, начинают задавать вопрос, почему в республике Беларусь жить лучше, чем в Европе? Хотя там пытаются постоянно рассказать, что здесь депутатрство, здесь так ужасно, здесь вас вербуют, здесь, ну, все плохо. Только благодаря безвизу люди, приехав сюда, понимают, что это все неправда. Приезжают и срабатывает сарафанное радио. С сентября этого года мы начали получать обращение диаспоральных объединений из соседних стран, или даже отдельное письмо от белорусов, и не только белорусов, с просьбой о том, чтобы такая замечательная возможность была продлена и на очередной год. Мы составили свое обращение от имени МИДа в адрес главы государства с просьбой о целесообразности это замечательное начинание продлить и на очередной 2024 год. Таким образом, безвиз демонстрирует открытость. Белоруссия способствует равноправному диалогу, сохраняет связи с белорусским национальным меньшинством. Кроме того, это позволяет преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит Запада. Мы видим, что это имело огромнейший эффект в плане продвижения так называемой народной дипломатии, потому что те граждане сопредельных с нами государств, которые оказывались в Беларуси, были приятно поражены и уровнем жизни белорусов, были впечатлены и ситуацией на наших дорогах, наших магазинах, на наших улицах. Конечно, это играло огромную роль по улучшению имиджа Беларуси, по развенчиванию той западной пропаганды, которая пыталась слепить из Беларуси некий новый мордор, некий новый такой объект всемирного зла. И то, что сейчас принято решение о продлении этого безвизового режима, это, во-первых, еще раз показатель, что Беларусь не боится, не боится, чтобы кто-то сюда приехал, проверил на практике те распространяемые неверные слухи и сведения. Даже в такое напряженное время мы выбираем исключительно добрососедством, продвигаем миротворческие инициативы. Покоя и стабильности на Земле сейчас меньше, чем хотелось бы. И все же в нашей стране этот год под знаком мира и созидания. Мы провожаем его с надеждой, что в мире мира будет больше. У нас самих же, у нас есть поводы для гордости. Мы создаем, а не разрушаем. Это в национальном сознании, код белорусов, если хотите. И, как отмечал президент, если бы не было этого года, то его стоило бы придумать в качестве примера консолидации народа. Владыкорницкое – время хороших историй, которые можно назвать брендом страны. Ням-ням. А как мы будем резать бананчик? Теперь уже и не верится, что много лет в этом доме царило отчаяние. Топота детских ножек все не было. Решились на ЭКО. Первая попытка не удалась, потом еще одна и еще. Руки опускались. Подумывали даже об усыновлении. Ведь экстра-корпоральное оплодотворение – это дорого. А потом вновь надежда. Государственная программа, где одна попытка бесплатная. Нам пересадили три эмбриона. И муж, наверное, немножко боялся этого. И снил сон, что у нас родилась тройня. И что президент приехал поздравлять нас с этим моментом. Ну, конечно же, все получилось иначе. Когда я получила тест, что я беременна, было такое осознание, что неужели к этому мы шли реально 10 лет. У нас вот результат. Слава Богу, что у нас вот наша Настенька, наша радость. Для семьи год точно запомнится. Ведь именно в 23-м маленькая Настя научилась ходить и, пусть не уверена, но говорить. Только представьте, мамами стали 900 женщин, у которых уже почти не было надежды. А всего программой воспользовались около 4000 пар. Благо, на высшем уровне есть понимание. Такое простое человеческое счастье, быть родителем, не должно быть мечтой. Это право. И если есть возможности, а репродуктивными технологиями в Беларуси занимаются с 1994 года, это задача государства. Глобально, конечно, демографическую проблему не решит. Но разве это имеет значение, когда речь хотя бы об одной жизни? Поймет, кто и сам родитель. А это он мне на левую ручку. Вот сюда, честно. Моё маленькое. Моё, давай этого. Ой, тихо орёсь. Оживились. Бери своё сокровище. И моё же тоже. Теперь друг другу приемник. Молоденький. Спит, и всё, молодец. Этот будет живенький хоккеистом. А тот серьёзный приемник. Да, да, да. Спасибо, девчонки. Спасибо огромное. Медики в Беларуси умеют заботиться о мамах и малышах. Кардиохирурги, нейрохирурги, неонатологи. Врачи выхаживают младенцев весом от 500 граммов. Не меньшее чудо и во благо взрослых. Пациент поступал к нам в конце октября. После того, как получил отморожение, и около двух недель лечился дома самостоятельно. На фоне отморожения сахарный диабет стал неконтролируемым. Плюс у него были сложные патологии, связанные с сердцем. Поступал он к нам в состоянии средней степени тяжести. Ему грозила ампутация конечностей. Но благодаря сложной работе нам удалось компенсировать сопутствующую патологию и, в общем-то, спасти его конечности. Сейчас, конечно, всё хорошо. И Мухаммед Иса готовится к выписке. Но эти полтора месяца, кажется, будет помнить вечно. Его жизнь могла и оборваться здесь, на чужой земле. Он выходец из Сомали. Но к нему отнеслись, как к своему родному. Мужчина по миру поездил. Знает, о чём говорит. Я сейчас стараюсь не думать, что могло бы со мной быть. Главное, всё позади. Я очень благодарен врачам. Это чудо какое-то. Мне сохранили ноги. Вам здесь надо понимать, какие хорошие у вас медики. Так не везде. Спасибо, Беларусь. Мы так привыкли к тому, что от поликлиники до больницы всё в Беларуси бесплатно и доступно. Что, увы, забываем, какая это ценность. Порой очень дорогая. Государство вкладывает в здравоохранение огромные деньги. А значит, люди вправе видеть отдачу. Я не хочу сказать, что мы сделали всё в здравоохранении с точки зрения государства. Но сравните нас, к примеру, с богатейшей Украиной до войны. Причина одна. Власть самоустранилась от решения проблем здравоохранения. Мы же, сжав зубы, терпели. И врачи небольшую порой зарплату получали. И мы последнее отдавали на здравоохранение. Дороже здоровья у человека ничего нет. Кто-то скажет, так ведь так и должно быть. Человек платит налоги, власть распределяет бюджет. Но во всех ли странах это происходит по уму? Социальное государство – это белорусский бренд. Как БелАЗ, слудские пояса, порядок, безопасность и ухоженность. Которые тоже, к слову, жёсткое требование президента. Или агрогородки. Словом, всё для людей. Что в городах, что в глубинке. Население сельское будет в будущем жить в агрогородках. Процентов на 80-85. Ну а остальное население будет в крупных деревнях. Потому земля родная лишь хорошеет. Это не про то, как можно озолотиться. Хотя это тоже сельское хозяйство – одна из самых прибыльных отраслей. Но и про жизнь аграриев. Вряд ли можно было бы представить, что агрогородка за болотье попросту нет. Хотя такая угроза была в 90-х. Куда податься тогда всем людям, которые работают в Держинском агрокомбинате? Сегодня это крупнейшее сельхозпредприятие. Я раньше жила в городе. Решила посмотреть, может быть, где-то лучше есть. Приехала, увидела, просто сразу влюбилась. Я недавно себе задала вопрос. Хотела бы в жизни что-то изменить. Ничего не хочу. Честно, вот счастлива здесь и сейчас. Перспективы начинаются именно с таких организаций. Очень многие специалисты, которые приезжали к нам на работу, уходили от нас уже директорами предприятий. Мне очень нравится деревня. Очень нравятся закаты. Это тишина, когда ты просыпаешься утром, выходишь, смотришь, вдыхаешь. Чистый, свежий воздух. И сразу же хочется идти на любимую работу. Задумываться о таком земном, когда постоянно испытывают на прочность, крайне непросто. Время такое никогда еще за историю суверенитета не подходили к такой опасной черте. Впору уделить внимание сохранению государства. Впрочем, позиция президента неизменна. Даже сейчас не свернули ни одной социальной программы. Оно и понятно. Государство – это и есть белорусы. Народ – единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Эта норма Конституции предопределяет главный принцип нашей политики – социальную справедливость. И мы будем следовать ему, что бы ни происходило в мире и в стране. Мы не ради красивого словца называем человека главной ценностью – соблюдение прав граждан Беларуси незыблемый постулат в нашем государстве. Так не имидж создаем, а приоритеты определяем. Кроме медицины, бесплатное доступное образование, рабочие места, равные возможности для профессионального старта, социальный лифт. Каждый может рассчитывать на равноправную поддержку со стороны государства. Словом, социальная справедливость – это не риторика исключительно 1923 года. Это тренд, которого придерживается Беларусь вот уже треть века. За годы суверенного существования наша страна с честью выполнила те цели тысячелетия, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты, достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин, социально-политической стабильности, с недопущением дискриминации по национальным, религиозным признакам. У нас нет материнской смертности, детская смертность – самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам, наши западные учителя. Без преувеличения у Беларуси есть все. Придумываем, строим, созидаем и выращиваем. И если это делать не спустя рукава, для себя ведь, тогда любая высота по плечу. А санкции, судя по настроению на предприятиях, в пакет с пакетами эти санкции. Вот президент объявил 24-й год годом качества. Каждый на рабочем месте должен посмотреть, что он делает и как он делает. Я считаю, что я высококлассно спаяла. Если каждый человек будет работать хорошо на своем месте, то все будет супер. Пусть западнее скрыто, так как мы работаем, все в наших руках, в принципе. Нам санкции по барабану. Влада Корницкая, Александр Титовец и Александр Автухов. Наши новости. 105 лет на защите интересов Беларуси. Сегодня день сотрудника органов госбезопасности. История ведомства началась в 1917 году с создания чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Пройдя более чем вековой путь, Белорусский комитет госбезопасности стал мощной национальной спецслужбой, которая надежно защищает интересы граждан. Здесь сохранили и приумножили лучшие традиции старших поколений и передовые достижения современности. Перед комитетом стоят важнейшие задачи – на высоком уровне обеспечивать государственную безопасность и обезопасить страну от внутренних и внешних угроз. Это исключительно важно в условиях попыток извне дестабилизировать обстановку, особенно в преддверии электоральных кампаний. В поздравлении с профессиональным праздником сотрудникам и ветеранам КГБ президент отметил, что это люди особой закалки. В самых сложных и подчас экстремальных ситуациях демонстрируют высочайший профессионализм и, что самое важное, ответственность за судьбы граждан и страны. Коллективы у комитета госбезопасности и глава государства пожелал новых успехов в нелегкой службе на благо родной Беларуси. В мире спокойнее не становится. В стремлении доминировать Запад не брезгует ничем. Да, там стали действовать более скрытно. И наши спецслужбы это видят. Но агрессивная риторика никуда не делась. И это ставит под угрозу безопасность целых народов. Вести диалог с позицией силы, наивно полагая, что обойдется без последствий, идея плохая. Андрей Александров, Дополни тема. Деньги. Вот ответ на множество вопросов. И по вмешательству Запада во внутренние дела других государств, включая Беларусь, и по активности беглых и различного рода экстремистов, и касательно нежелания отдельных соседей садиться разговаривать, дабы уладить конфликтные ситуации, и далее по списку. Все эти интриги угрожают самому дорогому – нашей национальной безопасности. Меня зовут Андрей Александров, и я дополню тему. Ложное чувство недосягаемости. Вот вам еще один ответ на еще один вопрос. Почему Запад и его подопечные слишком многое себе позволяют? Дабы ответить на этот вопрос, придется спуститься на социальном лифте на парочку этажей ниже и пояснить на доступном данному персонажу языке. Во-первых, откуда столько дерзости при таком несмелом обращении с автоматом? Хорошо, хоть оператора не застрелил. Во-вторых, не пропадет ли улыбочка, если реально придется разговаривать с пацанами из Толина, не гавкая где-то там за забором, а лицом к лицу? И в-третьих, от пацанов из Толина и не только. Приезжайте, один уже съездил. Неудобно получилось. По какому заданию от кого ты ехал? Или для чего? Какое задание было? Задание – взорвать самолет. Смотрите-ка, оказался досягаемым. Его просто кинули. Не по-пацански, да? На голову обрушилась реальность, а вместе с ней и осознание, что недосягаемых нет. И никакой он не агент, а самообычный террорист. Для понимания. Да, на Украине и в Польше суетятся не только тикток-воины с измазанными гелем усами. Там готовят реальных, идеологически промытых исполнителей, готовых совершать теракты на территории Беларуси. И если первая торгует лицом Бравады Ради, то вторая категория заточена на конкретные радикальные шаги. Впрочем, сотрудники органов государственной безопасности в курсе каждого шага и тех, и других, и не только. На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругр, которые готовятся к террорактам, захвату объектов на белорусской территории. Наиболее такая агрессивная хоруга – это в Белостоке. Она тренируется по адресу улица Кардинала Вышинского, дом 6А. Возглавляет ее или руководит Аса Дулаев. Это 1991 года бывший наш гражданин, который убежал, когда-то обучался в военной академии. Он прячется за позывным псевдонимом «Шляхтич». Недавно были сотрудники ЦРУ, буквально на днях очень активно перемещались по городу Минска. И их удивление у них – то, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью, люди в настроении, ждут в настоящее время праздники. И это силен диссонанс той информации с теми представлениями, которые имеются в обществе западных государств. Запад уже давно превратился в такого гопника мирового масштаба, не имеющего никаких моральных ценностей и живущего по своим выдуманным понятиям. Более того, там с чего-то вдруг решили, что весь мир должен жить по их правилам. Тем, кто не хочет или хочет по-своему, по-другому, не дают проходу. США вместе со своими дружками подбрасывают тем, кто не с ними, проблем в виде экономических санкций и горячих конфликтов. Последний пример – подогрев Майдана в Сербии по итогам воскресных выборов. С оппонентами попроще разбираются самостоятельно. К более крепкому противнику, как это принято в деструктивных кругах, отправляют шестерку. Мол, огоньку попроси, скажи, что плечом задели. Так вот, с этой шпаной до сих пор пытаются разговаривать цивилизованным образом. Володя Зеленскому когда-то в начале войны говорил, приглашая на переговоры, в Голоруссии три раунда были здесь. Я ему сказал первое, что война на твоей земле. Он мне кричал, что вот на нас напали и прочие такие-сякие россияне и так далее. Я говорю, ты зачем провоцировал? Ты зачем провоцировал Россию? Сначала русский язык запретил, потом ты начал душить русских, а потом русскоязычных, а потом в Одессе начал сжигать людей. В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен был поступить? Допрыгали, значит. Американцу сдал вопрос, а если в Мексике так вели против американских граждан, мексиканцы? Да Америка раздавила уже эту Мексику. Бывают малые, бывают большие ошибки. Их немало допущено, но мы для того есть, чтобы остановиться вовремя. Кто сегодня не готов остановиться? Знаете, предупреждал Зеленского, возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, а тебе забудут. Вот, пожалуйста, Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. Что произошло? Ходит бедняга с протянутой рукой. И надо сказать, терпение заканчивается. Все эти замашки а-ля есть какой миллиард на войну, изрядно достали даже самих бенефициаров. Ибо в Киеве не просто деньги мимо кассы. Западное оружие всплывает у противника на Ближнем Востоке. Да и результата на поле боя никакого. А деньги нужны и Украине, и Европе. Попав в финансовую зависимость от Запада, власти этих стран готовы слепо следовать указаниям спонсоров. Это и беспокоит. За океаном, к сожалению, от своих агрессивных намерений не отказались. Речь не только о безопасности Белоруссии и России, но и наших союзников. Будут качать, провоцировать, попытаются рассорить. Это известно и к этому готово. Еще раз, мы за мирные методы. Но давить на нас силой и при этом оставаться недосягаемыми вряд ли получится. Меня зовут Андрей Александров, и я дополнил тему. Пытаясь установить контроль над Белоруссией и другими постсоветскими странами, западные политические элиты используют в качестве инструмента спецслужбы. Насколько далеко можно зайти в этих попытках, рассуждали эксперты программы «Объективно» на ОНТ. Установление контроля, если брать Белоруссию или вообще постсоветское пространство, это установление контроля политического, военного, информационного контроля над этими территориями постсоветского пространства для создания по периметру России антироссии, на подобии Украины, либо Польши и стран Балтии. Те методы, которые сейчас уже спецслужбы применяют для достижения своих целей, мы видим, что они становятся, эти методы, крайне радикальными, о чем и президент говорил. То есть это не просто сбор информации, вербовка, создание некой сети своих агентов и влияния на процесс принятия решения. Они переходят к тем методам, которые позволяют быстро достигать цели. А как быстро достигать цели? Только деструктивными силовыми методами, а значит, это активная подготовка и переброска сюда, в их планах, сюда различных террористических групп, проведение террористических актов. Армия Израиля ведет усиленный обстрел из сектора Газа практически без перерыва. За сутки нанесла удары по 300 целям. Под огнем оказался лагерь беженцев и жилые кварталы города Рафах на юге Анклава. Также сообщается о захвате города Джабалия. Дома в руинах, число жертв растет. При этом гуманитарную помощь в Газу пропускают за сутки около 130 грузовиков. По последним данным, Тель-Авив готов заключить с Хамасом очередное недельное перемирие в обмен на заложников в планах освободить около 40 пленных. В столице Египта идут переговоры. А Савбез УОН сегодня должен проголосовать по гуманитарной резолюции, подготовленной арабскими странами. Заседание уже дважды переносилось. Несмотря на усилия, подавляющие большинство членов Совета безопасности, все предложенные проекты были заблокированы Вашингтоном, которое вместо оказания содействия гражданским лицам массировано снабжает Израиль всеми видами вооружений, от которых в итоге гибнут мирные палестинцы. Пробуксовка коллективных усилий в рамках ООН вызвана не какими-то объективными и институциональными проблемами, а исключительно твердволовыми и эгоистичными амбициями американского руководства. В мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединенные Штаты. В Палестина обратилась в Международный уголовный суд в связи с жестокими действиями Израиля. На севере Йемена всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа. Хуситы открыли тренировочные лагеря и готовятся к участию в конфликте. А в США во время акции в поддержку Палестины протестующие ворвались в Капитолию с требованием остановить поставки военной помощи Израилю. Полиция применила силу. Задержаны около 60 человек. Новые вызовы времени. Лихорадка, малярия, корь. Первое заседание Совета по биологической безопасности прошло в Совмине. Темой для обсуждения стала неспокойная ситуация в мире. Все чаще фиксируются вспышки опасных заболеваний. Снова есть случаи заражения давно побежденными инфекциями, холерой, чумой. В зоне риска и люди, и животные появляется все больше микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Основные очаги заболевания на южных континентах. Но есть завозные случаи. В Беларуси с ними справляются. Мы фиксировали завоз в 2023 году четырех случаев лихорадки Денге, восьми случаев малярии. Два случая зарегистрированы буквально в июне и декабре текущего года в Могилевской области республики. Но очаги ликвидированы, в принципе, с учетом того, что переносчики не являются закономерными обитателями на нашей территории. Поэтому эти случаи, они были единичны и имели распространение. Тут не виноваты ни врачи, ни ветеринарные специалисты, врачи. То есть это мировая тенденция, и это, в принципе, естественный ход вещей даже в биологическом мире. Хотим собрать все данные, все наши ресурсы, все наши знания в один такой мощный кулак, которым проще будет и управлять, и проще будет бороться или вырабатывать, наверное, какие-то мероприятия по борьбе с тем или иным заболеванием. Мониторинг, анализ и профилактику вспышек заболевания возьмет под контроль рабочая группа, которая создается в Беларуси, сообщили в правительстве. Большие договоренности в конкретных проектах в Беларуси и Китае развивают торгово-экономическое, инвестиционное и международное партнерство. Сотрудничество растет в том числе благодаря инициативе «Один пояс, один путь». Речь не только о конкретном маршруте, но и о взаимовыгодных проектах, технологиях, общих научных достижениях. Инвестиции в Беларусь в рамках китайской инициативы затронут каждый регион нашей страны. Провинция Сычуань, одна из крупнейших в КНР, в эти дни ищет новых деловых партнеров в Гомельской области. С ответным визитом в регионе делегация Сычуаньской ассоциации содействия торговому сотрудничеству. Интерес к свободной экономической зоне «Гомель-Ратон», которой пока нет, проектов с китайским капиталом. Условия для ведения бизнеса здесь более чем привлекательные. Специальный правовой режим льготы и преференции. Гостям готовы предложить лучшее с точки зрения вложения денег и технологий проекты. Импульс двустороннему сотрудничеству придает высокий уровень политического доверия, которое сложилось между лидерами Беларуси и Китая. Это подтвердил визит нашего президента в Пекин в начале декабря. Нынешний приезд делегации на юг Беларуси – один из примеров взаимовыгодных отношений между нашими государствами. В течение двух дней делегация посетит гомельские предприятия различного профиля. Нам интересно все. Во-первых, то, что мы можем купить в Беларуси и увезти к себе в Китай. От мяса до удобрений. Во-вторых, это довольно серьезная задача. Мы заинтересованы в создании предприятий на вашей территории. И здесь у нас довольно предметный интерес. Есть конкретика. Вопросы будут решаться по организации, может быть, совместного производства, в том числе по выпуску запасных частей к скутерам, мотоциклам, в том числе на территории свободной экономической зоны. Ну и, соответственно, в области пищевой промышленности, деревообработки, поставки древесины. Но результатом уже сегодняшней встречи и завтрашней встречи станут какие-то конкретные договоренности. Умельская свободная экономическая зона занимает 4000 гектаров и объединяет 11 районов области. Среди партнеров более 60 резидентов из 14 стран. Китайский вектор с учетом новых вызовов времени сегодня в числе приоритетных. А в столице сегодня презентовали издание Си Цзиньпи на государственном управлении. Книга китайского лейдера на белорусском языке. Это первый том из четырех. Ее публикация стала возможна благодаря тесным контактам переводчиков двух стран. В сборнике идеи и личные подходы руководителя КНР в политике, экономике, социальной сфере. Работа адресована широкой общественности и является источником понимания современной стратегии управления Китаем. Перевод на белорусский – еще один важный элемент сближения народов и культурного обмена между странами. Эта книга вышла уже более чем на 30 языках. Она много говорит не только о специфике Китая, его внешней и внутренней политике. Но это книга, которая говорит много о истории этой страны. Пока что вышла только первая книга, в работе уже вторая. Эта книга обязательно позволит белорусским читателям еще лучше узнать и осмыслить историческую глубину и культурную основу пути развития Китая и понять концепцию правления Коммунистической партии Китая, кому она служит и на кого опирается. Не теряя времени, прямо на презентации обсудили новые партнерские проекты от сельского хозяйства до медицины. Единые усилия в поиске решений в ответ на глобальные вызовы и угрозы. Сегодня задача ускорить кооперацию между странами – таково поручение глав Белоруссии и Китая. Вся забота и любовь нашим детям. Самая душевная акция продолжает праздничное путешествие по стране. Школы, интернаты, реабилитационные центры, детские дома. С каждым днем счастливых детских улыбок становится больше. Без внимания и подарков не остается ни один ребенок. Добрые эмоции этого дня в репортаже Алены Красноносовой. Ждономическая школа-интернат – место, где обучают, воспитывают и помогают социализироваться особенным деткам. Более 70 девчонок и мальчишек. Многие из них не слышат с самого рождения. Но, несмотря на сложности, эти ребята верят в новогоднюю сказку и загадывают самые заветные желания. Хочу быть здоровьем и быть счастьем. Дарить радость и чудо детям – задача самой душевной акции «Наши дети». Окутать вниманием и заботой с такой важной миссией сюда приехала спикер Совета Республики. С главными новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой – все вместе погрузились в атмосферу волшебства. И какой Новый год без конфет и подарков. Чтобы учиться было еще интереснее – сертификат на демонстрационное устройство. На стране поездом отлично, прекрасно. Это самый лучший праздник, волшебная сказка. Мы очень это приготовили, ну, праздники. Очень долго репетили для малышей. Когда мы встречаемся с ребятами, ты невольно вспоминаешь свое детство и праздники, которые отмечали тогда мы. Вот эта акция замечательная. Мы ждем ее с нетерпением, потому что мы хотим увидеть горящие глаза наших ребят. Хотя мы на протяжении года встречаемся с ними, но все равно подспудно ждем. И мы, что придет чудо. Будет праздник. И все будет великолепно и хорошо. Новогоднее царство сегодня окунулись и воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Слониме. Праздничный хоровод закружил и детей, и взрослых. В гости к ребятам приехал глава Олимпийского комитета. А еще и известные спортсмены, чемпионы и призеры международных соревнований. Без внимания не оставили никого. Радостные и счастливые глаза детей тому подтверждение. Я думаю, что будущее у этой акции очень большое. И люди, которые приходят на нее, делают все это с душой и полностью отдаются этому. Мы решили, весной будет построена спортивная площадка. Называется «Полоса препятствий». Для более взрослых детей, для более физической нагрузки. Педагоги довольны этим подарком. Зажигательные песни, выступления кинологов, сказочные герои и детские улыбки. Еще один адрес для добрых дел – Стиславская школа-интернат. Чтобы ребята ощутили чудеса и волшебство праздника, для них подготовили новогоднее представление. А из рук министра внутренних дел сладкие подарки. Самые яркие эмоции нашим детям. Сегодня было принято решение, что Министерство внутренних дел возьмет шество над этой школой. Мы сегодня подарили разные подарки. Телевизор, компьютер для того, чтобы дети развивались. Но необходим специальный инвентарь. Необходимо произвести ремонт в спортивном зале. И мы это все сделаем в обязательном порядке, чтобы детям здесь было как можно уютнее. Без тепла и внимания сегодня не оставили и воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска. В гостях с подарками и поздравлениями генпрокурор. Детки с серьезными заболеваниями на время отвлеклись от занятий и окунулись в праздничную атмосферу. У нарядной елки пели, играли и водили хороводы. У меня дочке 15 лет. Когда мы здесь обучались, вот сюда приходили, для нее это была радость. Приходить, Дед Мороз, танцы, стихи даже некоторые учили. Наша задача сегодня работать и создавать условия не только накануне праздников, но и постоянно в течение года. И мы делаем все необходимое для того, чтобы в течение года у детей как можно больше было бы радостных, счастливых дней. Ну а в эти дни, конечно, Дедушка Мороз, Негурочка, подарки. И нет ничего дороже, когда сверкают радостью глаза наших детей. В этом году будет как четвертый год, что я в детском доме. И первый раз я видел Деда Мороза тоже тут, в детском доме, благодаря детскому дому. А расскажи, ты писал письмо Деду Морозу? Да. А что ты попросил его? Много чего. Там вещи, колонку, спортивная форма такая вот. Ты что пришла? Я загадала косметику, которая ко мне пришла, и я очень счастлива. То есть все-таки Дед Мороз существует? Да. Волшебство праздника сегодня поверили 32 воспитанника Дивинского детского дома. Каждый из них заранее написал письмо Деду Морозу. А исполнили желания сотрудники комитета госконтроля. Все мечты сбылись, а хотели получить простые вещи. Игрушки и спорттовары, косметику, наборы для творчества. Отдельный подарок ЭГК сделал детскому дому. Компьютер и набор спортивных мячей. В преддверии Нового года, когда мы все, и взрослые, и дети, ждем какого-то чуда, ждем исполнения желаний, ждем каких-то подарков, мы постарались сделать так, чтобы те желания, которые дети загадали Деду Морозу, сегодня исполнились. И я очень надеюсь и уверен, что сегодня каждый ребенок стал немножко счастливее. Каждый день на карте добра все больше отметок. Акция «Наши дети» придет в детские дома, больницы, реабилитационные центры. И так важно подарить радость и минуты счастья тем, кто в этом особенно нуждается. Алена Красноносова, Анастасия Риудская. Наши новости ОНТ. Уже 105 лет они пишут историю нашей страны. Белорусское телеграфное агентство отмечает солидный юбилей. Сегодня по случаю круглые даты торжества во Дворце Республики. На празднике первого информагентства Белоруссии представители Министерства ведомств, общественных организаций, коллеги из печатных изданий и медиахолдингов. От имени главы государства сотрудников Белта поздравил заместитель главы администрации президента Игорь Луцкий. Лучшим вручили заслуженные награды за многолетнюю оперативную работу. Белта была, будет и останется всегда самым оперативным и самым достоверным источником информации. Такова основная суть информационного агентства. И наша задача вот этому всему соответствовать. Мы пишем историю нашей страны. Мы пишем ее в фотографиях, мы пишем ее вот сейчас очень активно в видео. Мы пишем ее в статьях, в заметках, в лангридах. И так же, как и вы, мы очень переживаем за то, что происходит в нашей стране. И я люблю повторять то, что говорил президент, что каждый на своем рабочем месте должен делать все для того, чтобы наша страна оставалась независимой. А информационщики особенно. Белте доверяют миллионы людей. Ну а в отношениях взаимодействия Министерства энергетики и агентства, я хочу сказать, что это очень тесные, продуктивные, конструктивные. В ключе такие проходят у нас и взаимодействия, и сотрудничество. Первое, это, безусловно, оперативность, это достоверность, это лаконичность и хорошее послевкусие. Пожелать всем нам и, прежде всего, сотрудникам Белта, чтобы у нас была возможность комментировать только мирные новости. К дате информагентство подготовило уникальную фотовыставку. Это сотни оригинальных снимков, на которых запечатлена история становления белорусской государственности. От БССР до наших времен. Здесь же раритетные экспонаты, которыми пользовались журналисты в первые годы существования телеграфного агентства. Награждали в столице за высокое качество и новые технологии. Это все республиканская премия «Лидер потребительского рынка-23». Звание «Лучшие» в своей сфере получили более 50 отечественных компаний. Поздравила победителей и наша съемочная группа. Оценить все от состава до упаковки. Премия «Лидер потребительского рынка» на особом счету. Жюри – десятки экспертов из сферы науки, масс-медиа и бизнеса. В этом году было более 300 заявок, но только 52 получили заслуженные статуэтки. Новшеством сегодняшней премии стали специальные дипломы за социально-экономические достижения. Мы считаем, что социально ответственный бизнес является наиболее успешным, поскольку он готов вкладывать в людей и готов работать, что называется, в долгу. Тема импортозамещения основная. Практически все предприятия освоили выпуск новых продуктов. По качеству, ничем не уступающие зарубежным. У компании «Красный пищевик» гран-при в номинации «Кондитерские изделия», дипломы лауреата и персональная награда за управление. Отмечена новинка. Первый белорусский жевательный зефир – «Лапстория». Лакомство уже представлено в фирменных магазинах в стране. В следующем году – на прилавках магазинов России, Казахстана, Грузии. Наши технологи очень долго экспериментировали. И так получилось, что они получили такой симбиоз мармелада и зефира. Мы в зефирную рецептуру добавили немножко желатина, немножко вот это жевательное свойство мармелада и получили жевательный зефир, который имеет свойство мармелада, но полезное качество зефира. Еще одна новая успешная отрасль – внутренний туризм. Только за нынешний год объем экспорта вырос на 39%. Жюри конкурса не могло это не отметить. И мы вас поздравляем с заслуженной наградой. Пожалуйста, принимайте. Этнокультурный комплекс «Наносы отдых» – новая точка на туристической карте страны. Посозданная деревня 19 века стала местом отдыха уже для несколько тысяч туристов. Конная база, музеи, мастер-классы, рестораны и многое другое. Бонусом – чистый воздух и природное богатство Нарочанского края. Реконструкция деревни 19 века удивит многих, о чем говорит большой спрос нашего комплекса не только у граждан Республики Беларусь, но и иностранных граждан. Все эти награды дают, безусловно, большую мотивацию в блестящей нашей работе, в продвижении и в дальнейшем развитии нашего комплекса. За время проведения премии ее лауреатами стало более 150 предприятий. Многие отмечены наградами не раз. В следующем году все победители обещают не сбавлять обороты и в 2024 стать лидерами еще раз. Наталья Яхимович, Сергей Андрушкевич, Яна Белковская. Наши новости. Далее о новогодней акции в Minsk World. В эти дни там особые условия на приобретение нового формата недвижимости – многофункциональных апартаментов. Это вариант для успешного начала бизнеса. Подробнее в репортаже. Только сейчас в Minsk World новогодняя акция. Цена на многофункциональные апартаменты от 950 евро по курсу. Уникальное предложение для выгодного начала собственного бизнеса. В многофункциональных апартаментах можно прописаться по месту жительства и зарегистрировать бизнес. Этой возможностью уже изъявили желание воспользоваться многие белорусы и иностранцы. Акция предполагает удобные финансовые инструменты. Рассрочка с первоначальным взносом всего 20% и выгодные кредитные предложения от банков-партнеров. Ажиотаж очевиден. Недвижимость в Minsk World доказала свою доходность как объект инвестирования. Согласно анализа рынка вторичной недвижимости, стоимость 1 квадратного метра в Minsk World в полтора раза выше, чем у застройщика. Сын снял здесь квартиру, и когда я приезжала в гости, я видела, какая здесь планировка, какие здесь подъезды. И когда я попала конкретно вот в этот двор вечером, у меня было такое ощущение, что я в каком-то сказочном мире. Потому что все было в огоньках, все было так красиво. Люди, которые были на улице, в общем-то, все такие добрые, что с собачками, что без собачек. Но, конечно, это подкупает. Многофункциональные апартаменты – новшество, которое застройщик привнес на рынок недвижимости Беларуси. Вот эти дома. Адриатик и Карибиан в квартале Австралия и Океания. Несвежский замок и Мирский замок нового квартала – родная страна. Концепция многофункциональных зданий может быть лучше всего объяснена на примере дома Несвежский замок. Бассейн и тренажерный зал запроектированы прямо на первом этаже. Уже возведены 27 из 42 этажей Международного финансового центра. В нем будет предусмотрен особый правовой режим для бизнеса. Рядом заканчиваются работы в новом торговом центре «Авиамол». Он будет крупнейшим в стране. Активно ведется строительство взрослой и детской поликлиник. Они располагаются в квартале «Северная Европа» неподалеку от дома «Таллин». Комплекс выигрывает и за счет транспортного сообщения. Пять минут на автомобиле до центра города и еще меньше на метро. На станции «Аэродром» на третьей линии уже ведутся отделочные работы. Первых пассажиров она примет в следующем году. Станция «Ковальская Слобода» уже принимает пассажиров. Акция действует только в новогодние и рождественские праздники. Спешите изменить свою жизнь к лучшему и сделать выгодные инвестиции в будущее. Прошлое не воротится, но его можно увидеть. Легенды винтажной моды в Мирском замке. Там к показу готовят более полусотни аксессуаров. Это коллекционные премьеры года. Вещи не с Блашиного рынка где-нибудь в Париже. У всех хорошие, родословные, начиная с 19 века, купили у частного собирателя. Экспозиция «Увертюра» к грандиозному балу. А на нем до последней кадрили. Важно и безупречно танцевать, и роскошно выглядеть. Александр Матяс. Элегантный мир. Ах, кружите меня, кружите. Одной фразы маловато для предложения, как и платье, даже если оно от Чарльза Уорта. С родины первого в истории кутюрье в витрину мира. Сумочка Англия 1830-й и щипцы для эффекта второй кожи. Растяжки перчаток. Дама в книжечку записывала имя кавалера, чтобы не перепутать очередность танцев, с кем же она будет танцевать следующий танец. К сожалению, неизвестна обладательница этой книжечки, но несколько фамилий прочесть удалось. Знаменитые фамилии? Нет, они на иностранном языке. Выставочный проект повествует о повседневности людей высшего общества 19-го, начала 20-го веков. Взгляд в прошлое, энциклопедия стиля и красоты. И вот в чём вопрос. Знаете ли вы, что это? Единственный в мире порт-букет. Своего рода ваза для живых цветов. Носили на запястье или поясе, как ноты аромата, если забыли флакон для парфюма. Хотели показать предметный мир, который окружал человека. И появились предметы, связанные не только с женской, но и с мужской модой. Это, например, предметы, связанные с табачной темой. Хюмидор, небольшая подставка, в которой хранились сигары. Последний владелец Михаил Святополк-Мирский на фотографиях с курительной трубкой. Мировая выставка, где мужское и женское, как проект на ОНТ. Подсветский раут года «Слоновый зал». За ним закрепилась репутация гардеробной комнаты. Десять лет назад устроили дебютный показ трендов, начиная с сезона «Восстание декабристов». Дворца заманчивой своды. И здесь вспоминаешь песню о латошнице из культового фильма «Гардемарины вперед». Кружево, шпильки, помада. Все, что любезнице надо. А еще, говорят, дама без веера, что кавалер без шпаги. В коллекции мирского замка их уже 70. Больше, чем где. Это ведь не только в театре главное. Чтобы костюмчик сидел в парадной анфиладе музея, все с иголочки. Моль не пролетит. Точно. Большинство вещей в одном экземпляре. Как с картин элегантных веков. Цилиндров, фраков, платьев со шлейфами. С года в год мы стараемся пополнить наши коллекции новыми предметами. Вот, например, коллекция одежды и аксессуары. На данный момент в этой коллекции у нас 365 предметов. Мы их представляем в постоянной экспозиции. Мы их активно используем при организации проведения тематических выставок. Классический подход представления предметов в экспозиции никто не отменял. Он останется. Но забытые случайно перчатки, например, на камине в портретном зале. Возможно, такое сможем мы увидеть в будущем. Почти 60 аксессуаров, порой забытых. Впрочем, мода постоянно повторяется под старый Новый год в мире. Бал для взрослых. На него билетов уже нет. Родом из Англии и такое понятие, как дресс-код. Буквально кодекс одежды. Предки знали, на что шли. Алиса Матяс, Артем Артеменко. Наши новости. Гродненская область. Время праздников и повышенной опасности. Поговорим сегодня о пиротехнике, которую на Новый год так любят и взрослые, и дети. Все понятно с Мариной Караман в эфире сразу после новостей. Ну что, зажжем? Рождественские и новогодние праздники уже невозможны без петард, хлопушек и бенгальских огней. Кстати, а вы знали, что даже бенгальский огонь ребенку продавать нельзя? Потому что это пиротехника. Сегодня о том, что так красиво горит и взрывается, создавая праздничное настроение. И главное, чтобы оно таким и осталось, без негативных последствий. До встречи! Завтра погоду продолжат определять атмосферные фронты Западной Европы. Они несут влажные, неустойчивые воздушные массы. Продолжат закрывать небо плотными облаками. Пройдут осадки. Итак, в четверг облачно. Временами дождь, мокрый снег, влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Утром в большинстве районов до плюс двух. В результате повышенной влажности и ветреной погоды по ощущениям будет прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от одного тепла. В северо-восточных районах до плюс трех в южных. К вечеру в диапазоне от нуля до плюс трех градусов. В пятницу скажется влияние активного северо-атлантического циклона с центром над Балтийским морем. Облачно, мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабая метель и гололед. На дорогах гололедится. Ветер южный с переходом на западный порывистый, временами сильный. Ночью минус два, плюс три. Днем до плюс пяти. В выходные Беларусь продолжит находиться в циркуляции атлантического циклона. При этом начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Временами мокрый снег. Ветер западной четверти порывистый. В юго-западных районах сильный, слабая метель. Температура в течение суток около нуля. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы знаете все о погоде и не только.